Шестой класс, двадцать третья серия. Графы. В математике граф это набор точек, некоторые из которых соединены линиями. Эти точки называются вершины, а линии, которые соединяют вершины, называют ребра. Две вершины, которые соединены ребром, называются соседние вершины. Полный граф. Это такой граф, у которого любые две вершины являются соседними. Вот посмотрите, пожалуйста. Любая вершина соединена ребром со всеми остальными. Пример графа. Схема метро, метрополитена. Станции – это вершины графа, а ребра – это линии, которые соединяют вершины. Первая задача. Десять человек приветствовали друг друга рукопожатиями. Пять человек сделали по семь рукопожатий, трое по пять, двое по четыре. Сколько всего было сделано рукопожатий? Так, другими словами, можно сказать так. Десять вершин в графе из пяти вершин выходят по семь ребер, из трёх вершин по пять, из двух по четыре. Сколько всего ребер в этом графе? Ну, поскольку одно ребро на две вершины, значит, нам нужно сначала найти значение вот этой суммы пять на семь – это первое слагаемое, три на пять, два на четыре, а затем разделить на два. Одно рукопожатие на двоих. Значит, было сделано 29 рукопожатий. Вторая задача. Можно ли организовать футбольный турнир девяти команд так, чтобы каждая команда провела по четыре встречи? То есть девять вершин в графе, степень каждой вершины по четыре, четыре ребра выходят из каждой вершины. чтобы определить, можно ли организовать турнир, сколько игр будет проведено. Значит, надо девять умножить на четыре и разделить на два. Одна встреча на две команды. Итак, турнир можно организовать. Будет восемнадцать встреч. Третья задача. Цена билета в кино была 60 рублей. После снижения цены число зрителей увеличилось на 50%, а выручка возросла на 25%. Сколько стал стоить билет? Итак, если мы за х обозначим число зрителей первоначальное, стало в полтора раза больше. Увеличилось на 50%. Вот столько стало зрителей. Сначала была выручка 60 умножить на х. Х зрителей и стоимость билета 60 рублей. Значит, 60 умножаем на число зрителей. Вот такая была выручка сначала. А затем она стала больше на 25%. Значит, нужно умножить на 1,25. Итак, осталось выяснить, сколько стал стоить билет. Значит, новую выручку нужно разделить на новое число зрителей. Вот мы делим новую выручку на новое число зрителей. И сможем тогда определить стоимость билета. То есть билет стал стоить 50 рублей. Используйтесь на 100 рублей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...